В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Рабочая неделя началась. Подводить итоги и подсчитывать разрушительные последствия праздников будем в следующий четверг. А сегодня продолжим вспоминать необычных преступников, а точнее их деяния и последствия. Смотрите прямо сейчас. Следователи и вообще люди в форме, не в обиду им самим, обладают настолько специфическим языком, что порой выдержки из протоколов попадают в интернет-блоги и расходятся как горячие пирожки. Но иногда им самим, поверьте, не до шуток, когда приходится работать с необычными преступниками. В качестве примера мы решили вспомнить о крайностях. Этот чудесный малыш Франсуа Бартильон. Возраст 23 месяца. Дата задержания 17 октября 1893 года. Преступление чревоугодие. Погрыз все груши в корзине. Не нужно переживать за мальчика, ведь его отцом был Альфонс Бартильон, изобретатель Бартильонажа. Система опознавания преступников по антрометрическим данным. Папа решил так подшутить. Историю умалчивает, как эту шутку восприняла мама. А вот самой пожилой преступницей, если говорить о бытовом конфликте, стала 98-летняя американка Лора Лунквист. Бабушка Божий Адуванчик обвинялась в убийстве своей 100-летней соседки по комнате. Дамы, причем достаточно дружно, проживали в доме престарелых Брэндон Вудс в Дортмунде, штат Массачусетс. Пенсионерки поссорились из-за того, что не смогли сойтись во мнении о месторасположении стола в их общей комнате. Покойная Элизабет Бэру после этого конфликта была найдена мертвой в результате удушения пластиковым пакетом, одетым ей на голову. Вот вам и старушки. Немного грустно, что рейтинг самых, простите, глупых преступников возглавляет россиянин. Между прочим, из поселка Коммунар Владимирской области. Сначала горе преступнику сопутствовала воровская удача. Ему удалось незаметно вынести цветной телевизор из магазина бытовой техники. Шансы раскрыть это преступление равнялись нулю. Преступник до сих пор смотрел бы телепередачи по новому телевизору. Но головокружение от успехов вкупе с выдающейся наглостью и беспросветной глупостью образовали самую настоящую гремучую смесь. Грабитель вернулся в магазин и, что вы думаете, потребовал выдать ему пульт управления, антенну, гарантийный талон и паспорт на украденный телевизор. Он так и заявил, требуя от вас положенный мне пульт и паспорт. Сотрудники тут же вызвали наряд, а бестолковый российский вор изрядно подмочил репутацию сокамерников. О знаменитом преступнике Анатолии Нагиеве правоохранительные органы до последнего времени предпочитали умалчивать. Не потому, что его дело было таким уж секретным или что он охотился на Аллу Борисовну Пугачеву, а потому, что Нагиеву удалось практически невозможное. Он умудрился сбежать в тот момент, когда его везли на казнь. В 90-е годы звезда Примадонны горела ярко, как никогда. Многие женщины Советского Союза тогда специально накупили знаменитые хны для огненно-медного цвета волос и сделали пышную завивку. Ее песни звучали и с экранов телевизоров, и по радио. По губ лету всему свету вы раздаете песню эту, и тащи грибных серебряные нити. Поклонники буквально ходили за Пугачевой по пятам. Понятно, что среди не всегда управляемой и добродушной толпы находились и весьма опасные личности. Одни так и норовили оторвать часть наряда, другие чего подороже. Шоу-бизнес всегда отличался ипотажем, искандалами. Шоу-бизнес. 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 Именно в эти годы в места не столь отдаленные на целых 6 лет за изнасилование попал дагестанец Анатолий Нагиев. Жизнь на зоне и так не сахар, а для бывших насильников и вовсе сплошной кошмар. Парень из бедной семьи был, небольшого роста, но вот людям порой из бедных семей действительно надо в жизни пробиваться. И он пробивался, он занимался спортом, ему прочили большие успехи в тяжелой атлетике, он был накачан, занимался рукопашным боем. Вот только низкорослый качок, как называли его многие, совсем не привлекал почему-то прекрасный пол. И в свои 20 с небольшим Нагиев, видимо, силой решил доказать свое превосходство. Фанатека на зоне не отличалась большим ассортиментом. И кассета с песнями Пугачевой крутилась там каждый день по нескольку раз. Ему почему-то понравился очень голос Аллы Пугачевой. Ну, голос Аллы Пугачевой многим нравился, но у него он вызвал другие ассоциации. Как он говорил впоследствии, он буквально об этом постоянно думал. И голос Аллы Пугачевой у него вызывал чисто сексуальное возбуждение. Нагиев еще на зоне решил, что убьет певицу, отомстив тем самым всем женщинам, которые не обращали на него внимания и довели до тюрьмы. И в 79-м году, после условно-досрочного освобождения, бывший зэк приезжает в Курск. Но надолго отлучаться из города не решается. Необходимо регулярно отмечаться в милиции. Тогда он устроился работать в киномеханику. Профессия предполагала частые поездки в разные уголки области для демонстрации фильмов местным жителям. Поэтому милиция давно перестала обращать внимание на частые отлучки Нагиева. А ведь он уже несколько раз бывал в Москве, чтобы узнать точное расписание Примадонны. Однажды он успел даже зайти следом зала Пугачева в подъезд, но Примадонна успела войти в лифт. Его окликнула любопытная консьержка. Маньяк замешкался и потерял Пугачева из виду. После неудавшегося покушения Нагиев отправился прямо на вокзал. У него уже был приобретен билет на поезд. Тем более на следующий день необходимо было отметиться в милиции. Но выбросить Аллу из головы не получалось. Ее прическу, наряд, фигуру. На волне этих воспоминаний он и обратил внимание на женщину, ехавшую в соседнем купе. И Нагиев опять сорвался. Он затащил ее в свое купе, изнасиловал, а потом задушил. Тело выкинул в окно. Но даже этот чудовищный случай не утихомирил преступника. Две женщины были проводницами поезда и две пассажирками. То есть он убивал, насиловал их и трупы по пути следования поезда сбрасывал. Вот за одну поездку было изнасиловано убито 4 женщины. В МВД Советского Союза начался жуткий переполох. Чтобы накануне Олимпийских игр такое чудовищное преступление в Москве не видано, согласитесь. Вычислили маньяка сыщики Курского Угру. Они обратили внимание, что у жертв разорваны мочки ушей. Это значит преступник буквально срывал с них украшения и наверняка попробует сбыть их. И вот одно кольцо он сдал в одном из городов в ломбард. И это кольцо было опознано родственниками, как кольцо пропавшее с одной из женщин. Это знаменитый коллега, в кавычках Нагиева, Чикатило. Согласно материалам следствия, в течение 12 лет его жертвами стали 36 человек. Есть неофициальная информация, что Нагиев затмил эту жуткую статистику, благодаря чему получил кличку в узких кругах «Экспресс Чикатило». Ему вменялось более 40 изнасилований убийств за год. Правда, расколоть преступника на следствии так и не удалось. Нагиев уже бывал за решеткой и по большому счету прошел все возможные круги ада. Впрочем, следователям вполне хватило и этих четырех убийств в поезде «Москва-Харьков». В те годы исполнение высшей меры наказания проводилось строго в определенных тюрьмах. И одна из таких тюрем была в городе Новочеркасске, Ростовской области. И для исполнения приговора именно туда этапировали поездом в Новочеркасск Анатолий Нагиев. Поезд пришел на станцию «Хатунок» возле Новочеркасска поздней ночью 19 августа 1981 года. Там зэков должны были принять под свою опеку уже охранники тюрьмы. А дальше произошел ряд буквально нелепейших случайностей. Во-первых, запоздал сам вагон-зак. Во-вторых, конвайеры так торопились избавиться от груза и отдохнуть, что, видимо, забыли предупредить своих коллег, что в анкете Нагиева есть красная надпись «Склонен к сопротивлению и побегу». К тому же наручники у заключенного оказались не сзади, как это положено в этих случаях, а почему-то впереди. И когда они стояли на перроне, в это время проходил мимо товарняк. Товарный поезд набирал скорость. И резким движением Нагиев прыгнул прямо под колеса поезда, перекатился под поездом через рельсы и успел на ту сторону, как говорится, вылезти из-под колес уже идущего поезда. Конвоиры, соответственно, бросились к поезду, но ни один из них не прыгнул под поезд, потому что это было равносильно смерти. Побег смертника – невиданное до этого времени ЧП. Министр МВД Щелоков дал поручение найти беглеца буквально за пару дней. Но тот, естественно, не был пойман ни в этот срок, ни много позже. При том, что на поимку Нагиева были брошены все силы, все милицейские дружинники из соседних районов искали Нагиева. Через две недели у высоких начальников полетели погоны. Появилась стойкая версия о том, что Нагиев давно покинул не только район поисков, но даже страну. А тот все время был буквально под боком. Помните знаменитую бессмертную комедию «Бриллиантовая рука», когда герой Миронова переодевается в женщину? В нашей истории тоже было почти как в кино. И однажды один из дружинников сообщил, что он был в одном из сел, Енова, по-моему, село. И вот там местный житель сказал, что видел стог, из которого как-то дымок шел. И потом он заглянул туда, в стоге был лаз, увидел он подстилку, какие-то тарелки были, то есть следы пребывания человека. Буквально через полтора часа после этого сообщения вся местность вокруг села была перекрыта. Но в лежбище никого не оказалось. Убежать далеко жалеться землянки не мог. А в этот момент в деревне как раз праздновали свадьбу. Все в лучших традициях. Море, водки, шумная толпа и, конечно, драка. Оказалось, что незадолго до этого случая в селе начали пропадать вещи и продукты. Ничего ценного, конечно, но все равно неприятно. Мужики малость подвыпили, вышли на крылечко покурить и увидели цыганку. Первая мысль – она-то и есть воровка. Эй, стоять! Ну, когда побежали в сторону цыганки с криками и улюлюканьем, в это время вдруг цыганка подняла юбку, и мужики увидели такое, ну, вообще у этой цыганки крепкое телосложение и волосатые ноги. В этот момент на странную погоню обратили внимание милиционеры. У старшего из группы задержания сработал охотничий инстинкт. Он приказал стрелять по беглянке. Раз бежит, значит, не все в порядке. У него был обрез, он попытался отстреливаться, но работники милиции тоже применили оружие и подстрелили Нагиева. Цыганку ранили в живот, и только когда милиционеры подбежали к упавшему телу, стало понятно, что это и есть тот самый Нагиев. Знаменитый граненый стакан, символ советского быта, пожалуй, редкий предмет, которому посвящено такое количество всяких легенд. В одной из версий он был изобретен в 1943 году в городе Гусь-Хрустальный на знаменитом стекольном заводе. Пожалуйста. А вот, согласно другой версии, сие изобретение появилось еще в Петровские времена. Доза в нем и правда богатырская. А теперь представьте доктора, к которому попал раненый Нагиев. Согласно бюрократическим законам, смертника сначала требовалось вылечить, а потом уж приводить в исполнение смертный приговор. Есть достоверный факт, что кровь из раны Нагиева врач вычерпывал вот таким обыкновенным граненым стаканом. Но Нагиев выжил, а еще через неделю его перевели в тюрьму. Когда Нагиеву зачитали приговор и повели на исполнение, он умудрился извернуться и откусить одному из конвайров палец. Нагиев надеялся, что за новое преступление его снова будут судить и отсрочат приговор. А вот закончилась история экспресс-чикатило совсем не по киношному. Его похоронили на тюремном кладбище среди сотен, таких же, как он сам. Нагиевы не удостоили даже имени, только очередной инвентарный номер. Впрочем, это уже другая грустная история. Как говорит один из наших известных современников, глупость – это не отсутствие ума, это ум такой. Праздники позади, пора с трезвой головой браться за дела. В следующей программе расскажем, у кого не получилось отдохнуть без последствий. А на сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин